Это Краснодар. Сегодня главные новости краевой столицы. В прямом эфире меня зовут Дмитрий Пономарёв. Здравствуйте. И вот о чём расскажем прямо сейчас. Краснодарский краевой суд возглавит новый председатель. На торжественной церемонии кроме поздравлений звучали и важные задачи, которые отныне будет курировать Алексей Шипилов. Вторичные проверки на принадлежность к истории ждут все аварийные дома краевой столицы. Решая одну задачу, сохранность исторического наследия, важно не навредить другой – переселению горожан из опасного жилья. Лобовое стекло напомнит о недоплаченных налогах. В западном округе краевой столицы начался рейд по должникам. За землю, авто и недвижимость. В детский сад, чтобы учиться и консультироваться. Трем дошкольным учреждениям города выделят субсидии для открытия центров помощи родителям. Ночной выпуск с важной новости. В Краснодаре полиция разыскивает молодую маму. Накануне возле одного из подъездов жилого дома по улице Ленина местные жители обнаружили новорожденного ребенка, которого отнесли в ближайший родильный дом. Как позже выяснилось, этого малыша неизвестная женщина перед тем, как бросить на улицы, попыталась положить в бэби-бокс. Но попытки не увенчались успехом. По техническим причинам окно бэби-бокса в данный день не функционировало. При этом женщина не стала обращаться к медикам для передачи им ребенка и оставила его в ближайшем дворе. Пол ребенка мужской, его возраст примерно составляет 5-7 дней. В настоящее время его жизни и здоровье ничего не угрожает. Также с учетом определенных следов, в том числе оставленных в результате прививок, сделан предварительный вывод о том, что родился мальчик в условиях родильного дома. По данному факту сейчас проводится проверка. Устанавливается личность, указанная женщиной, действия которой могут быть квалифицированы как оставление ребенка в опасности, за что предусматривается уголовная ответственность вплоть до одного года лишения свободы. Кстати, в Краснодаре два бэби-бокса. Их, чтобы не подвергать жизнь младенца опасности, можно было оставить его в другом. Если узнали женщину и вам известно, где она находится, убедительная просьба сообщить об этом в полицию по телефонам, которые вы сейчас видите на экране. Указом президента на Кубани назначен новый председатель Краснодарского краевого суда. Алексей Шипилова сегодня представил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. В торжественной церемонии участие приняли полпредпрезидента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, губернатор Вениамин Кондратьев и спикер регионального парламента Юрий Бурлачко. После окончания Белгородского государственного университета Алексей Николаевич работал в прокуратуре, затем судьей одного из районных судов города Белгорода, затем в течение уже почти 9 лет он председатель Белгородского областного суда. За время работы Алексей Николаевич проявил себя хорошим организатором, высокопрофессиональным юристом. Понимаю, что это также и огромная ответственность, учитывая масштабы судебной системы Краснодарского края, учитывая особую сложность, важность, общественную значимость тех дел, которые рассматриваются в судах Краснодарского края. Вениамин Кондратьев, в свою очередь, отметил, что перед новым председателем краевого суда стоит много важных и нелегких задач. Роль принимаемых решений, она огромна. К краю необходима сегодня принципиальная позиция судебной власти по многим вопросам. В частности, это самый главный сегодня вопрос, который вызывает определенные возмущения общества. Это вопрос обманутых дольщиков, безусловно. Принципиальная позиция по вопросам самостроев, потому что без позиции судебной власти здесь мы эту проблему никогда не преодолеем. Незаконная застройка территории, зеленых зон, ну и, коллеги, притворных сделок, они тоже сегодня имеют место быть. И поэтому я думаю, что здесь все вместе объективность судебного решения, принципиальность, она поставит точку в этих всех проблемах. Борьба с самостроями – одна из острых проблем в регионе, решать которую необходимо общими усилиями властей и судейского корпуса. За полгода на Кубани муниципалитетами подано 177 заявлений о сносе незаконных объектов. Глава региона также попросил судей не забывать о моральной стороне своей работы, ведь каждый из них должен быть примером для общества. Судья – это тоже человек, безусловно. Его образ жизни, поведение в обществе, оно тоже вызывает максимальное внимание со стороны таких же людей, жителей края. И вот какая оценка жителей края поведению судьи, его образа жизни, тоже очень важно, мы не можем это недооценивать. Сегодня огромный запрос общества на справедливость. Люди связывают реализацию того, что справедливость будет, конечно, связывается с судебным решением, с судебной властью. Очень важно, чтобы судебное решение не было звеном в какой-либо мошеннической схеме. Я надеюсь, что с вашим приходом мы окончательно поставим точку в таких делах. Сегодня на Кубани в рамках совместной работы законодательной и исполнительной власти применяются новые механизмы и инструменты для планомерного развития региона. Инвест-климат, состояние деловой среды, жизнь простых граждан зависят в том числе и от выносимых вами, и от вашими коллегами решений. Срок полномочий нового председателя Крайсуда – 6 лет. Одно из приоритетных направлений для Алексея Шипилова – внедрение современных электронных технологий в процедуру рассмотрения судебных дел. Аварийные дома в Краснодаре повторно проверят на ценность. Официальный запрос с перечнем аварийных зданий направлен на имя начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края Романа Семихацкого. Обращение подписано главой Краевого центра Евгением Первышевым, сообщили телеканалу «Краснодар» в пресс-службе мэрии. Подробный запрос администрация Кубанской столицы уже отправляла в конце 2018 года. Однако тогда он остался без ответа. Городоначальник подчеркнул, что заключение специалистов необходимо для того, чтобы не повторилась ситуация, как с домом по улице Коммунаров 108. Напомним, его историческую ценность узнали после начала сноса. Также Евгений Первышев отметил, что сохранение исторического наследия Краснодара – приоритетная задача властей. Именно так ставит задачу губернатор Краснодарского края. Не менее важной работой при этом является расселение жителей города из разваливающихся и уже просто опасных домов. И здесь нам необходимо, решая одну задачу, не навредить другой. Поэтому мы еще раз официально отправляем полный перечень расселенных, расселяемых и уже признанных аварийными домов. Важно, чтобы специалисты управления, которые призваны сохранить историческое наследие, провели экспертную оценку зданий. Возможно, среди них есть кандидаты в объекты культурного наследия. Также нам нужно точно знать, какие здания являются градоформирующими, чтобы обеспечить их сохранность. Рассчитываю, что наше повторное обращение будет внимательно рассмотрено, и мы получим исчерпывающий ответ от экспертов. Всего в перечне включены 96 жилых зданий, которые признаны аварийными. Жителей 21 дома уже расселили. Еще в 22 такая работа на завершающей стадии. Освободившиеся территории, как отметил градоначальник, будут использованы исключительно в интересах горожан. Здесь оборудуют спортивные площадки и зеленые зоны. По новому плану, Краснодар Теплосеть заявила о продлении работ на тепломагистрали от Краснодарской ТЭЦ до центра города. Поэтому радоваться горячему душу горожане, живущие в центральной части города, ограниченной улицами Кубанская, Набережная, Суворова, Постовая и Красноармейская, начнут только с середины июля. Предположительно, окончание проекта сдвинется до 12 июля. Ремонтные работы на Краснодарской ТЭЦ стартовали 17 июня. Параллельно поставщики тепла приступили к перекладке участков тепломагистрали от ТЭЦ в разные микрорайоны города. На главный вопрос, в чем причина и для чего необходимы эти меры, ответил генеральный директор Краснодар Теплосети Сергей Сироджев. Проблема замены этой всей тепломагистрали длиной 8,5 километра, она назрела уже давно. Исчерпал металл ресурс свой. И мы это видели в зимний период, когда неоднократно происходили аварийные ситуации с отключением отопления. Поэтому, в соответствии с утвержденной инвестпрограммой города Краснодара, ее замена запланирована в течение 6 лет. Поэтому ежегодно, где-то примерно по километру тепловой магистрали, мы будем менять. Идет замена, но замена не просто, будем говорить, одного диаметра на тот же диаметр, 800 на 800. Мы меняем с увеличением диаметра на 900 миллиметров, что даст в конечном итоге более надежное теплоснабжение для жителей города Краснодара. Из-за стесненных условий приходится так работать. Поэтому сроки где-то на неделю, дней на 10 мы сдвинем. Ну, прикладываем все усилия, работаем круглосуточно для того, чтобы максимально сократить эти сроки. Несмотря на временные неудобства, новая магистраль повысит качество теплоснабжения домов в Краснодаре. Так что горожанам можно не бояться грядущей зимы. Мерзнуть нам никто не позволит. В городе все должно быть прекрасно. И дома, и улицы, и подземные переходы. Благоустройство краевой столицы идет не только на поверхности, но и под землей. В этом году в Краснодаре отремонтируют 18 подземных переходов. Уже в декабре прошлого года в кубанской столице их обследовали специалисты. И тогда стало ясно, что все они требуют серьезного обновления. В этом году на эти цели город выделит около 14 миллионов рублей. За счет этих средств приведут в порядок стены и потолки, замянят светильники и поручни, уложат новую плитку. Ремонт подземных пешеходных переходов запланирован на Ростовском шоссе, Зиповской, Офицерской, Коммунаров, Колхозной, Переходной и на улице Красной, рядом с кинотеатром Аврора. Окончание всех работ запланировано на конец лета. Так что уже осенью ходить по ним будет и удобно, и приятно. Главное, чтобы сами жители тоже поддерживали их в порядке, а не устраивали из них площадки для самовыражения и реализации творческих фантазий. Впервые за два десятилетия в Краснодаре появится новая трамвайная линия. Ветка длиной в пять километров пройдет по улице Московской от Солнечной до Петра Метальникова. Такое решение сегодня было принято на 76-м заседании Городской думы Краснодара, и его уже назвали историческим. Парламентарии выделили на проектирование путей 32 миллиона рублей. Депутаты также согласовали реорганизацию структуры мэрии. В ней выделили новое подразделение управления контроля и протокола. Все подробности в сюжете. Новое подразделение администрации Краснодара возглавил 29-летний Дмитрий Медведев. Ранее он работал помощником главы краевого центра. О необходимости создания нового подразделения рассказал глава Краснодара Евгений Первышев. Задач, которые стоят перед администрацией города, их с каждым разом все больше и больше. И, конечно, возникла острая необходимость уже создавать, в первую очередь, это касается контрольных функций контрольного управления за соблюдением регламентов, сроков выполнения по всем направлениям деятельности, которые ведет непосредственно администрация. Здесь необходим жесткий контроль для того, чтобы мы вовремя выполняли те функциональные обязанности по всем направлениям деятельности. Город развивается стремительно, и обилие задач требует больших затрат. Поэтому корректировки бюджета кубанской столицы вносятся на каждом заседании Думы. На этот раз основные средства вновь направили в социальную сферу. 155 миллионов на строительство учреждения дополнительного образования в Карасунском округе. 225 миллионов мы выделили департаменту строительства на строительство школы в поселке Изобильном. Также мы выделили средства на снос ветхого жилья, порядка 10 миллионов. 56 миллионов на содержание и развитие дорог местного значения. Еще одно финансовое решение, нужное, но вынужденное. Краснодар тонет в мусоре на заваленных контейнерных площадках. И чтобы очистить их из городской казны, пришлось вынуть более 100 миллионов рублей, которые можно было использовать с большей пользой. Но нерадивые горожане не оставили выбора. Люди почему-то у нас не видят контейнер, куда надо бросить мусор, а бросают вокруг контейнерной площадки. Более того, хотелось бы обратиться ко всем жителям города Краснодара, которые выполняют ремонтные работы. Для того, чтобы убрать крупногабаритный строительный мусор, необходимо заказать специальную тару для того, чтобы его собрать. Оплатить за это и вывезти его в надлежащее место. Еще одно решение парламентариев без преувеличения можно назвать глобальным. На заседании внесли более десятка изменений в генплан. Парламентарии зарезервировали земельные участки под будущие школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты. Самый масштабный выделен в районе поселка Знаменского. На площади в полторы тысячи гектаров решено разместить уникальный социальный кластер. Планируется построить несколько десятков общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений, объектов теплоснабжения, то есть станция будет электрическая ТЭЦ, даже кладбище, крематорий. То есть это будет зона такого комплексного развития, целое поселение. Всего на заседании рассмотрели 34 вопроса, в том числе ход реализации госпрограмм. В Краснодаре сегодня их действует 13, и они охватывают все сферы городской жизни. В нынешнем году на них запланировано в общей сложности более 14 миллиардов рублей, и почти все задачи выполняются точно в срок. Несколько объектов, которые подрядчики задержали, будут завершены в течение месяца. Вирусов в воде нет. Эпидемиологи не нашли в пробах питьевой воды поселка Краснодарского никаких элементов, которые могли бы повлиять на состояние жителей кубанской столицы. Напомним, накануне местные жители сообщили о более чем 20 случаях острой кишечной инфекции. Подозрения пали на питьевую воду. Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили вирусов в пробах воды. На данный момент мы можем сказать, что в пробах питьевой воды нет энтеровирусов, норовирусов, вызывающих ухудшение состояния человека. Результаты бактериологических исследований пока неизвестны. Мы провели опрос среди пострадавших. Большинство из них сказали о том, что вода была мутная, имела неприятный запах. Точные результаты проб будут известны в лучшем случае поздним вечером сегодня, 27 июня. При этом следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На тему человеческой сознательности решил поговорить в своем авторском проекте «Внимание, Шулепов» Алексей Геннадьевич сегодня. А сознательность она ведь какая? Не только дверь придержать, улицу подсказать, на стенах не рисовать, но и не гадить, не гадить там, где живешь. Вчера в своих эфирах мы рассказывали о стихийных свалках на одной из центральных улиц города. Так вот, продолжим эту историю. Еще 100 миллионов рублей город, внимание, вынужден выделить на ликвидацию стихийных свалок. Лично мне это не нравится, но я понимаю, что другого выхода нет. Если это не сделать сейчас, то потом этот мусор будет вывести намного дороже, если он окончательно не поглотит наш город. А может, если ничего не делать. Вы спросите, чего это я так волнуюсь, деньги не мои. Так вот, как раз мои, точнее наши. Мои, твои, соседа, города. Деньги это бюджетные. Их можно было потратить более рационально на нас с вами или на наших детей. Это те деньги, на которые мы могли, например, благоустроить несколько зеленых зон, построить спортивные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы. Фактически, с учетом выделения дополнительных 100 миллионов рублей, бюджет города вынужден будет потратить в 2019 году на вывоз строительного мусора, старой мебели и прочего хлама сумму в 150 миллионов рублей. Это уже стоимость строительства полноценного детского сада не менее чем на 150 мест. Обратили внимание, за что придется заплатить строительный мусор? Для его вывоза строители или, если хотите, ремонтники должны по закону заказать контейнер. Кстати, это стоит недорого. Но кто этим будет заморачиваться? Проще вынести на ближайшую мусорную площадку, а там будь что будет. И самое печальное, сейчас лето, а значит ремонтов будет и есть много. И горы строительного мусора будут расти. Или, например, старые автомобильные покрышки. Их вообще выбрасывать нельзя. Их можно и нужно утилизировать. Но опять же, кто об этом заботится? Это когда они новые, их моют, чистят, аккуратно складывают на балконе, в гараже или в кладовке. А когда старые, на мусорку, с глаз долой и сердце вон. Зачем платить за их утилизацию? А еще старая мебель. Ее тоже на контейнерную площадку выносить нельзя. Подобный мусор утилизируют специальные службы. Они же сами и выносят ее из дома. Но да, за это придется заплатить. А платить мы не любим. Хотя платим. Как говорится, за себя и за того парня. Платим опосредованно. Через бюджет. Через непостроенные детские спортивные площадки. Через неблагоустроенные скверы. Через тот же детский сад, о котором говорил глава. Но есть и еще разновидность мусора, за который мы с вами платим дважды. И это вдвойне обидно. В тарифе вывоз только того, что находится в контейнерах. И когда жители пренебрегают культурой и правилами утилизации, даже если просто бросить мимо контейнера пакет, за его уборку уже придется заплатить муниципалитету. А заплатить муниципалитету, это еще раз напомню, заплатить нам с вами. Заплатить второй раз, потому что первый раз мы заплатили в платежке за вывоз ТКО. И вроде каждый из нас по отдельности готов за чистоту бороться, а вот всем вместе не получается. Как в мультфильме о белой льдинке. КОНЕЦ Чистота Залог Здоровья Еще раз. Сто миллионов или один детский садик. Вот цена нашей безответственности и эгоизма. Нет, можно, конечно, поставить видеокамеры на контейнерных площадках и штрафовать тех, кто нарушает правила. Как многие предлагают. Согласен, можно. Но, боюсь, проблему это не решит. Пока мы будем следить за мусорками, мусор будут выкидывать в других местах. Потому что, как говорил профессор Преображенский из Собачьего сердца, внимание, разруха не в клозетах, разруха в головах. Мы продолжаем наш информационный час. И вот, что будет далее в выпуске. Лобовое стекло напомнит о недоплаченных налогах. В западном округе краевой столицы начался рейд по должникам. За землю, авто и недвижимость. Не выше трех метров, не тяжелее четырех тонн. Зеленый свет на Яблуновском мосту будет гореть только для легковых автомобилей. Проясним ситуацию. Антонина Горбунова, она же Алена Верди, остается в СИЗО до конца июля. Выяснилось, что ни один вуз не подтвердил образование лжехирурга. Через мост налегке. По крайней мере, такие условия начнут действовать уже через две недели на переправе в поселок Яблуновский. С 12 июля большегрузы и автобусы не пройдут через игольное ушко специальных габаритных рамок, которые установят на подъездах к мосту с обеих сторон. А значит, всем водителям лучше иметь в виду эту строгую ограничительную меру и планировать удобную схему объезда. Это может быть Тургеневский мост или же дорога через шлюзы Краснодарского водохранилища. Решение не пускать транспорт выше трех метров и тяжелее четырех тонн на Яблуновский путепровод было принято неспроста. Технические характеристики моста уже не соответствуют все возрастающей нагрузке. Запрещающие знаки на подъездах уже давно установлены, но с ними мало кто из водителей считается, сообщает администрация города. Это решение было обсуждено на совместном заседании группы, где присутствовала администрация муниципального образования города Краснодар, представители Министерства транспорта и дорожного хозяйства края, Республики Адыгея, ГИБДД, Республики Адыгея и Краснодарского края и Тахтамукайскому району. Соответственно, на подъездах со стороны Краснодара и со стороны Республики Адыгея будут установлены ряд информационных стендов, информирующих о вводимых ограничениях. Сейчас идет работа по корректировке маршрутов пригородных, межмуниципальных и междугородних автобусов. Жесткое ограничение будет действовать постоянно. Зеленый свет на этом пути только легковым авто. Общикраевой бал выпускников состоится уже в эту пятницу. Во время праздника в Краснодаре перекроют несколько центральных улиц. Виновники торжества пройдут по Красной до Казачьей площади, где и состоится долгожданное танцевальное событие. Для безопасности бывших школьников в этот день с 18 часов до 21 часа будет перекрыта главная городская улица от Красунской до Советской. С 14 до часу ночи проезд ограничат по Красной от Советской до Кондратенко. Объезжать придется и улицу Постовую от Захарова до Октябрьской. Также приостановят движение по проездам с западной и восточной сторон собора Александра Невского между Красной и Кондратенко. Еще в пятницу с 6 утра до 19.30 от машин освободят улицы Ленина и Гимназическую от Красноармейской до Рашпилеской. 28 июня до полуночи перекроют улицу Пушкина от Рашпилевской до Красноармейской и Рашпилевскую от Советской до Пушкина. Участниками торжества станут почти 2500 самых талантливых, умных и спортивных юношей и девушек, лучших выпускников кубанских школ. В продолжение темы транспорта дубликаты уберут. Из пригородных поселков в Кубанскую столицу каждый день едет несколько десятков автобусов и маршруток. Многие из них повторяют остановки друг друга. Например, поселок Березовый обслуживают 67-й, 105-я, 106-я, 182-я, а еще и 183-я. В часы пик целых 85 автобусов. Следующих сюда могут привезти более тысячи пассажиров. Эта непомерная нагрузка на городской транспорт не оправдана, поэтому решено было 183-я с маршрута снять. Данное мероприятие нацелено исключительно на развитие транспортной инфраструктуры города Краснодара в целом. И данное мероприятие позволит перейти от транспорта малой вместимости к транспорту большой вместимости, что в целом будет сказываться благоприятно и приведет к положительному эффекту транспортного сообщения жителей города Краснодара. Это далеко не единичный случай, когда по одному маршруту идут сразу несколько автобусов, и не всегда пассажиры едут от конечной до конечной. Чаще всего их используют для поездок на короткие расстояния, то есть полноценно они не загружены и не востребованы. В ближайшем будущем, чтобы эту нагрузку снять, отменят 68-й, 74-й, 32-й и 85-й маршруты. Будьте внимательны и заранее продумывайте, как вам добраться до места назначения с максимальным комфортом. Солнечные дни пока стоят в Краснодаре, да и по всему краю, но вдруг, кто его знает, завтра что-то изменится. Ярослав Авдиенко знает прогноз. Привет, молодежь! Ну что, с праздником вас! Да, именно сегодня, 27 июня, по всей России отмечается День молодежи. Поэтому надеваем все самое модное, что носить в гардеробе, ходим и купаемся в фонтанах с криками «ЗА МОЛОДЕЖ!» и поем песню «Расплескалась незабудка, мой любимый цветок расплескалась». В общем, какие сегодня праздники еще и погодные новости, узнаем прямо сейчас. 27 июня отмечается Международный день рыболовства. Так что, если вы тот человек, который готов последнюю заначку потратить на вот такую вот замечательную резиновую лодку, то я вас категорически поздравляю. Друзья, сегодня хватаем мотыля, набиваем полные карманы, надеваем шляпы, снасти, вот эти жилетки с тысячей карманов. Берем портрет Ивана Затевахина и едем за город. Еще сегодня отмечаем день поддержки микро, малых и средних предприятий. Да, поддержка малого бизнеса – это хорошо. Так что всех бабуль, продающих семечки, поздравляю. И о погоде. Температура в Краснодаре в последние дни все в том же режиме – 30+. Завтра днем воздух прогреется до 33 градусов тепла. Кепки и очки вам в помощь. А вот вечерок будет не таким прохладным, как обычно. Всего 27 градусов. Вот такие вот погодные новости на завтра. Всем пока, всех люблю, мамочка, я ем горячее. То, что будет далее в выпуске, расскажу прямо сейчас. В детский сад, чтобы учиться и консультироваться. Трем дошкольным учреждениям города выделят субсидии для открытия центров помощи родителям. Антонина Горбунова, она же Алена Верди, остается в СИЗО до конца июля. Выяснилось, что ни один вуз не подтвердил образование лжехирурга. Выбирай жизнь, здоровое веселье и творчество – это лучшая альтернатива наркомании. Международный день борьбы с пагубной зависимостью ознаменовался ярким фестивалем в Чистяковской роще. Алена Верди пробудет в СИЗО до конца июля. Несмотря на требования адвокатов, Ленинский районный суд продлил арест фигурантки резонансного уголовного дела. Напомним, подстражена находится с 5 апреля этого года после официального обвинения в оказании некачественных медицинских услуг. От ее рук пострадали порядка 10 человек. Пациентки, правда, не знали, что раньше ее звали Антонина Горбунова. А все дипломы и сертификаты о медицинском образовании, которыми так хвасталась лжехирурга, казались ничем иным, как макулатурой. Образование доктора не подтвердил ни один вуз. В зале суда женщина улыбалась и называла происходящее шоу. Она по-прежнему не признает свою вину и заявляет, что ее пациентки пострадали из-за действий руководства клиники, где она ранее работала. Если вина подсудимой будет доказана, Верди может провести в тюрьме до шести лет. Детский сад – главный помощник пап и мам. Сразу три дошкольных учреждения Кубанской столицы стали победителями конкурса и вошли в целевую программу развития образования. Благодаря федеральным субсидиям в этих детских садах теперь появятся центры помощи родителям. То есть учиться здесь будут теперь не только детишки, но и их родители. Более подробно на эту тему мы поговорим с заведующей детским садом 171 города Краснодара, который носит весьма романтичное название «Алые паруса» Елизаветой Накаряковой. Елизавета Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, какая помощь будет оказываться в этих центрах? Наш консультационный центр немного особенный. Мы планируем создать модель взаимодействия образовательных и общественных организаций в условиях сетевого центра. К реализации проекта мы планируем привлечь детские сады Краснодарского края, общественные организации, средства массовой информации и центры дополнительного образования. Разработка такой модели позволит нам оказывать развитие различные виды помощи в рамках консультационного центра, предоставляя родителям выбор специалистов, времени, места и формы общения. На сайте детского сада создан раздел для работы консультационного центра по сети интернет. В рамках работы такого центра родители получат необходимую помощь по вопросам организации образования, воспитания и обучения ребенка, зарегистрировавшись на сайте. Модель функционирования сетевого консультационного центра предполагает диагностику развития ребенка дистанционно, как будет удобно родителям. Помощь по вопросам психолого-педагогической помощи, методической, консультационной в процессе реализации программы развития ребенка в форме семейного образования. Мы предполагаем оказать родителям помощь в формах вебинаров, марафонов, повышения уровня педагогической компетенции родителей, онлайн-конференции, видеоконсультантных специалистов. Хорошо, скажите, пожалуйста, а существуют ли в крае вообще подобные центры или же это такое вот какое-то особое нововведение? Конечно, консультационные центры существуют, но, как правило, они предполагают очную форму общения детского сада и семьи. Особенность именно нашего сетевого центра в том, что мы предполагаем, что родитель в удобное для него время может получить онлайн-помощь в различных формах, которые я перечислила выше. Спасибо вам большое. Ну, я от себя хочу добавить, что воспитывать родителей, учить их общаться со своими чадами, слушать и понимать своих детей, конечно же, нужно. Такой педагогической и психологической подготовки, как говорят специалисты, мамам и папам порой очень не хватает. И такие занятия в Краснодаре теперь появятся. Не стоит упускать такую уникальную возможность, тем более, когда государство выделило на ее реализацию более 6 миллионов рублей. У родителей только появляется уникальная возможность, а у школьников она уже есть. Я о школьных лагерях, куда с удовольствием ходят ребята. Наша съемочная группа заглянула в 51-ю школу и посмотрела, как же педагоги занимают детей на каникулах. Первый! Первый! С утра любимые веселые старты заряжают детей на новый день. После разминки дружным строем ребята отправляются в классы играть и общаться. Для сотрудников 51-й школы организация летнего досуга учащихся – дело привычное. Уже несколько лет пришкольный лагерь «Звездочка» открывает свои двери на каникулы. Здесь заранее готовят для ребят конкурсы и активные игры на сплоченность. Педагоги даже сделали экран настроения, чтобы дети могли поделиться впечатлениями о проведенном в лагере времени. Мы играем, развлекаемся, гуляем. Мне больше всего нравится гулять, ездить в разные места. Вот вчера был самый классный день. Мы ехали в парк, и там я устрою пикник. Здесь много друзей. Есть одноклассники, есть друзья. Есть кто-то из танцев, есть здесь соседы мои. Лагерь дневного пребывания рассчитан на детей всех возрастов. В этом потоке, например, два отряда и 60 детей изначальных классов. А еще 40 старшеклассников проводят летние каникулы с пользой в лагере труда и отдыха. Лагерь хорош тем, что дети, во-первых, они заняты. До половины третьего и с раннего утра они здесь. Дети накормлены. И поэтому родители не переживают о том, где находятся их дети в летний период времени, когда нет в школе образовательного процесса. Кроме этого, дети присмотрены, их развлекают. Причем как в лагере труда и отдыха, так и в пришкольном лагере «Звездочка». Они ходят на экскурсии, они ходят в музеи, они выезжают в развлекательные центры. Немного другой распорядок дня у так называемых ЛТОшек. В лагерь труда и отдыха берут детей с 14 лет. Старшеклассников официально трудоустраивают в школу, как в особенных рабочих. Подросткам дают только посильную работу. Подготовить родные стены к новому учебному году. Получают они не только стаж трудовой, но и первую зарплату. За общим делом ребята из разных классов знакомятся, общаются и становятся друзьями. А школьная дружба, как известно, никогда не забывается. Кристина Сорокина, Артем Статюха, телекомпания «Краснодар». Кстати, отличные составляющие дружбы – музыка, танцы и хорошее настроение, которые были единственным допингом вчерашнего вечера. Активная молодежь и волонтеры Краснодара из года в год с радостью принимают участие в ставшие уже традиционные акции «Альтернатива», приуроченные к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Окунулась в атмосферу праздника и наша съемочная группа. В этот раз более двухсот ребят собрались в парке Чистяковской рощи, чтобы прославить здоровый образ жизни и отказ от зависимости. Веселиться и радоваться гораздо приятнее, чем страдать от такой сложной и страшной болезни, как наркомания. Акция «Альтернатива» уже 10 лет проводится в рамках празднования дня борьбы с наркоманией. Этот проект нацелен на то, чтобы ребятам еще раз сакцентировать внимание на том, что есть альтернатива пагубным привычкам, здоровый образ жизни. Мы агитируем ребят и еще раз обращаем их внимание на то, чем можно занять свой досуг, как можно организовать свое свободное время. И вот именно здесь, на этой площадке в этом году впервые мы вышли в парк, городской сад и хотим более крупное привлечь внимание детей, более общее количество увеличить по сравнению с прошлым годом. Вместо нудных лекций о вреде наркомании для школьников был организован яркий концерт с выступлением юных артистов Центра детского творчества «Прикубанский», задавший бодрый и веселый темп мероприятию. Но и после него оборот избавлять участники не собирались. Их ждал интерактивный квест. Команды различных школ города продемонстрировали свои знания в турнире по финансовой грамотности, посетили мастер-класс по оригами и научились рисовать 3D-ручкой. Особое впечатление мальчики и девочки испытали от программы, показывающей, что с ними будет через 10 лет алкогольной зависимости. Не очень нравится, то есть употреблять спиртными напитками мы не будем, правда, девчонки? Ну да. Кто-то еще хочет? Нет. Помимо этого ребята соревновались с перетягиванием каната и преодолели спортивную полосу тропа отважных, почувствовав себя настоящими туристами. А благодаря мобильному пункту центра занятости старшеклассники смогли определиться со своей будущей профессией. Очень хорошо все организовало, нам все очень нравится. Станции достаточно интересные. Позитивные люди сидят на станциях, если трудности помогут вам. ЗОЖ против наркотиков, алкоголизма, в данном случае у нас. То есть, например, мы после оригами должны пойти и предоставить проект по поводу борьбы с наркотиками. Это интересно, это познавательно, и ты развиваешься. Я первый раз в своей жизни делаю этих голубей. Вот. Как-то так. Но это интересно ребятам и нам, почему бы и нет. Море новых положительных впечатлений, знаний, взрослые дети унесли с настоящего праздника здоровья и дружбы. Так может, время нудных лекций уже ушло и именно в подобной игровой форме. И стоит рассказывать населению про отказ от вредных привычек. Анна Володина, Игорь Степанов, Анастасия Федя, телекомпания Краснодар. Пришлось объехать полмира, чтобы понять, что нет на свете места лучше, чем дом. Известная модель, блогер и телеведущая Маша Миногарова снова призналась в любви Краснодару. О своих воспоминаниях и чувствах кубанской столице она написала на своей странице в Инстаграм. А лично для меня, признается Мария, этот город, в который хочется возвращаться, чтобы забыть о спешке, бешеном ритме и просто насладиться его тишиной и размеренностью. Сейчас девушка живет в Москве, но, несмотря на плотный рабочий график, находит время для того, чтобы навестить родной Краснодар, прогуляться по его самым красивым местам и встретиться с друзьями. Напомню, еще больше новостей есть на нашем сайте и в наших аккаунтах в социальных сетях. Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм, Фейсбук и особенно в Инстаграме. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.